вот так что тоже что что именно чтобы латыку и она оказалось то господь судил чтобы в разное время с ним жили но вы как-то мне кажется очень смогли его почувствовать и вот как раз у меня впечатление было читая письма современников как-то его какие-то может быть документы указы что у него так было что все делается по именно какому-то порядку и никто вообще никуда не уходит все на палубе так сказать началась служба и вот корабль не причалил никто никуда ничего не может отойти там до того времени который он назначил это создает такое впечатление такой регламентации жесткости такой что монархист как бы по взглядам то есть если как бы ты допустим как бы не обязательно так смотришь на вещи как он тоже может быть какая-то в общем то проблема вот у меня такой образ как-то как-то вот это у меня отложилось и вот интересно именно как вы прокомментируете такое впечатление встречаетесь общаетесь плюс как-то у вас чувство такое по именно вот тоже плату как чувство владыки мне кажется есть какой-то вы знаете хорошо что первый вариант записался потому что я ушла в частности сейчас отвечу более компактное и более по-крупному из всего что я читала и снимала я вам скажу сразу человек для которого главный смыслом практически его жизнедеятельности стала вселенское православие не мог быть не гибким не мог не учитывать особенности разности людей он не был человеком который если бы не были монархистом он бы не стало так сказать ни в коем разе ему приходилось встречать людей абсолютно разных культур разных подготовленностей мало образованных в том что такое православие или вообще ничего не знающих а чаще были будучи даже настроенных и против им удавалось этих людей сказать что называется развернуть душою православную веру а если и не привести их в церковь то по крайней мере они начинали его понимать относиться уважением одно то что он сумел убедить американское правительство приехать на филиппина тот на ту бабу сенатора вместе с ним конечно это было я живу в моем фильме не будьте как некоторые владыка которым я рассказывал посмотрите там же рассказывают двое супругов которые в это время были на филиппинах и не приезжал сенаторы сша и действительно смотрел действительно был в восторге увидев что в этих диких условиях люди живут абсолютно цивилизованные первые что строили строили храм это же фантастическая вещь то что он сделал фантастической америке не нужны были эти беженцы как советский китай из бывшего союза с нами был столько проблем закончилась война россии союзника превратилась халу да ну сдались наших выдавали сплошь и рядом англичане просто выдавали их и все мы все знаем историю лиц это было сделано владыкой вот что интересно вот вы говорили то чтобы придерживаться строго здесь я повторюсь что да действительно я считаю что придерживаясь канонов православие традиции не надо забывать мне кажется он дело особенно этом акцент почему потому что на тот момент все традиции в россии были разрушены понимаете если бы он дал послабление сказал ах давайте традиции под нашу жизнь под страивать а жизнь ты как-то того и не было вся жизнь получилась русской миграции только благодаря тому что сохранили православные традиции конечно так и есть вы знаете когда я была на фестивале русское зарубежье и не попросили сделать речь перед фильмом владыке они я первое что сказала мне очень жалко что ваш фонд не называется русское православное зарубежье потому что большом все что все у вас есть сейчас все что вам передано все что вами собрано а передано отсюда оно пришло исключительно из православного зарубежья люди которые отошли от церкви они сгибнули в кабаках спелись я не знаю там шанс они ничего хорошего из них не получилось и дети не говорят по-русски и растворились просто в море других культур я искренне верю в то что 99,9 процента сохранено осталось существовать только благодаря церкви и и канону и институтом вокруг этого как грозди винограда облеплена была музыка культура литература история все остальное понимаете поэтому но это не значит поэтому он призывал давайте хранить традиции потому что они так легко разрушались в этот момент вся россия пошла прахом и дай послабление и отпустите божье за рубежом чтобы осталось да каждый бы стал на свой лад от все петь тем более что православная церковь оказалась в конкуренции с другими вероисповеданиями христианским здесь никак нельзя было ему говорить давайте мы традиции будем модернизировать но я проводил этот пример когда он развел в шанхай супругов знаю что муж хочет и ехать в советский союз попробовать свою жизнь там и пропадет скорее всего а она с детьми хочет все-таки ехать на филиппины это же фунта как что он не развел он что он ее бил или что он ей изменял нет он сделать потому что женщина чувствовала иначе имела на это право не должна была погибнуть знаете таких случаев очень много я разговаривала сами до этого рассказывала об ольге губиной который он ни слова не попрекнул вырастив ее девочкой и встретив ее 10 лет спустя с двумя детьми от разных браков оба не православные и так далее это масса таких случаев где он вы знаете это не только что он не попрекнул да ну типа как теперь я буду с тобой издалека здороваться у нас тоже такое бывает она не стала ему менее дорога я очень хотела чтобы мне было у меня была исповедь с лады кианом и вот то что сказал михаил михаилович зрячняк что он его боялся потому что как посмотрит как просканирует тебя всего а мне бы хотелось чтобы меня так просканировали потому что конечно это очень хочешь тебе кто-то разобрался вот не хочешь вам не разобрались я в себе разобраться не могу и мне кажется очень мало священник так есть желание в ком-то разбираться у нас исповеди так сказать происходит конечно и все это есть но я часто с ученики замучены знаете еще часто слышу от людей люди боятся они кажется я пойду сейчас священнику расскажу про всю свою не знаю весь свой салат в голове за низость просто сложности жизни и как-то это перенесется на отношение ко мне как же я потом буду там в церкви помогать там и так далее ведь то что вот вот то что те кто-то может просканировать увидеть тебя и помочь тебе вытащить это себя в правильном свете на начальше вы вроде исповедоваться душ вот я рассказываю а на самом деле понимаю что ты и в этом же себя обеляешь и до конца ты не рассказываешь ничего ты хочешь рассказать у тебя не получается господи помил я бы все дала за то чтобы меня владыка просканировал ты можешь на лицо что угодно а все твои славости внутри интересное конечно так это действительно как-то раскрывает из каких-то именно объемные вот я вам скажу такой вы говорите не гибкие вот смотрите мы сидим на шанс-эн-зэ в париже я две румынки потом еще одна тоже русская четыре молодых тетки сидим в кафе пьем кофе собираемся на съемки еще там к одной этой даме матушки одели и мы до хрепоты каждый рассказываем в то что владыки читал кто куда ездил кто-то собирается я сказал вот какая удивительная вещь что владыка и он делает сидят четыре молодых женщин и говорят не о вещах не о мужиках не о каких-то глупостях а мы делимся потрясающими историями связаны с владыкой аном вы знаете но это нельзя людей вдохнуть но может можно сказать 85 лет не женщина вот ты плачешь и владыки а не потому что молодость твоя связана все хорошее у тебя прошло а теперь ты вспоминаешь потому что он для тебя символизирует там голодные годы когда он тебя спасал но когда сидят четыре молодые женщины и пьют капучино в париже и они там не пять минут а мы сидим два часа не можем наговориться но здесь никак нельзя притвориться что это какой-то понимаете как что владыка да он аскет по отношению к себе но когда ты смотришь как владыка строил и какие храмы владыка строил он храмы не церкви храмы когда ты смотришь как он благоустраивал своих сестер какую обитель он нашел в париже для лестницкой обители и когда приехали монахини из палестины ведь они скитались целый год и никто не хотел помочь он никогда не бывший святой земле услышав об их тяжелого положения сразу же помог им переехать во францию они практически погибали было всего 9 человек из монастыря святой магдалины вы знаете что интересно дальше происходит говорите да строгие смотрите что происходит они приезжают в лесную живут там какое-то время потому что в лесную сербии в лондон нет они приезжают они приезжают сначала во францию он их он их подселяет туда в лес ну потому что недостаток средств и где же сразу им возьмешь отдельное помещение и видим какое-то время два монастыря пытались осуществовать они не слились они остались различными сестричествами но существовали бы на одной территории и скажем так в свои 95 лет палестинские милейшие сестры упустили подробности того что там не получалось и просто сказали что не складывалось и что делает владыка иоанн у него масса заботы у него массы дела могу сказать ну ребята я вас спас вы там вообще знаете в шелтере жили а теперь вас не устраивает здесь православный монастырь нет говорит здесь вы пропадете не получится у вас я буду искать вам свое место он все понимал уже не сказал что это вы жир убейтесь уши не помните как бывшие кормили так несколько месяцев назад да вот и радовались что вам тут не устраивает вот вам храм православный вот тут все нет все они свое это свое сильно какая сильная история и как он их поселил будете когда и зайдите в благовещенскую обитель как у христа за пазухой поселили и там красиво хотел чтобы красиво был уже мог им просто найти какой-то дом подешевле живут и хорошо и сытно нет красиво а вот тоже маша вот вы как раз предприняли экспедицию в европу вот это все вот оттуда какой заботливый был человек вы поймите какой заботливый вот чего нам так не хватает ведь забота это же не какой-то формальный я галочку поставил что ты хочешь тебе жрать нечего на поешь понимаете спать нигде на приляг заботливый он пытался понять кому что надо а каждому нужно разное а как деньги он давал ведь он же пришел он же не с барского плеча вот вы тут московская патриархия я вижу вы молитесь хорошо так положил они с голода уже буквально умирали так так эти деньги им рассовал везде что они их потом какое-то время просто находили по мере необходимости это монастырь московской патриархии на в париже вы рассказываете что вы упоминали а тоже и именно вот с одной стороны вот действительно вот то что вот он был человек такой русской традиции но в то же время вот почему-то он вышел вот он пожалуй никто вот из наших архиереев как он не вышли за пределы русской церкви что вот его это именно открыто скажем вы упоминали будущего игумена фламандса вот если вы расскажете из его историю как вот он как он вышел за пределы русской церкви никто как как он абсолютно что он будучи с одной стороны и русским и монархистом и именно как бы таким очень консервативным человеком да не был он консервативным человеком да поймите вы в самом деле да не секунды владыков не был но где же он консервативный вся его жизнь сплошной не сплошной абсолютно значит такой консерватор который никогда не принимать рискованных поступков который идет только по написанному не имеют его как бы взгляды политические где у него консервативные взгляды в чем в чем его консерватизм в том что убийство царя николая второго отличается от убийств других царей в том что убивал целый народ это правда если павла первого задушила группа так сказать при приближенных к царскому окружению это их была вина это и их грех крестьяне в этом не участвовали понимаете если убийство александра во второго было совершено там тоже группкой этих самых революционеров то здесь это же стало результатом предательств всех это же целая цепочка убивали то долго убивали царских мучеников полтора года и же убили вот их начали убивать когда больных с температурой за спиной пришли арестовывать у царя вот когда начали убивать это же не мужик такое делает я даже не наплевать то он там генерал или дворянин это не мужской поступок арестовывать четыре девчонки тифозные лежат и что там у них была тяжелая болезнь кто это делает такие вещи ты дай этому мужику если ты его уже царем не считаешь он еще отец семейства этого ты его лишить не можешь дай ему вернуться это перед ним это падла сделай а ты за спиной у него жену с детьми больными арестовываешь гниды что он не прав владыка какой здесь консерватизм если вы хотите владыка иоанн смелейший человек никто в это время этого не говорил в то время сказать что кровь его на вас на ваших детей было величайшим поступком я вам скажу почему потому что никто не хотел признавать что любили эти евреи убили еще чего-то убили когда стали открывать рты говорить что кто подписал это кто это все сделал как оттолкнул от себя аристократии вы понимаете вы открываете брошюру 18 года земной поход вы видите что на тот момент вспоминает корнилова погибшего кого угодно 17 год расстреляна семья ни слова не сказано про этих людей почитайте духовное состояние русской миграции владыки она написано в тридцать восьмом году какая показательная вещь в моем фильме отец сергей аверт зачитывает дебаты после выступления владыки она никто его не поддержал никто не поддержал даже владыка антоний сказал но здесь вот владыка он тогда еще был не владыка он сказал что здесь брата и она замахнулся что-то он очень или так сказать слишком резко высказался понимаете многие считали что это не заслуженно он так высказывается русской миграции на сегодняшний день очень многие не любят до сих пор этот доклад знаете почему все правда и потому что многое так и осталось понимаете а там где он пишет о том что да и отдаем должное тем кто уехав и приняв на себя все трудности этого пути и погнушался работать разнорабочими принял себя так сказать все это очищение нам идет но если нас и такие их немало которые это сказать живут неплохо вывезли достаточный капитал отказывается помогать своим соотечественникам а как часто я вижу фильмах о владыке вот берется начало этого все остальное куда-то пускается понимаете куда вы подевалась почему же не закончена почитать но не читать беда нашего времени как удобно взять и вырвать кусок а ты дочитай до конца что он говорил его слова что мы можем быть стерты с лица земли они в моем фильме и вот это же страшное предсказание что если мы будем продолжать жить без покаяния не видите хашил которые мы совершили не покаяшись за то что случилось россии мы будем стерты с лица земли и он не это же слова сказаны к русской зарубежной церкви хотя на мой взгляд они это отношение и и к русским россии но у меня часто бывали такие ситуации когда я разговариваю с кем-то из белой миграции помню и мне говорят да им надо всем там каяться я говорю да кому ну как вот мы ездили в бывший советский советский вы каяться должны я говорю подожди а к вам это не имеет отношения нет а почему и у нас была в советском союзе придумана такая замечательная фраза то что нам тогда из железного занавеса все здесь казалось голубым и белым и когда мы говорим лучшие люди выехали я ненавижу эту фразу что значит лучшие люди выехали а что осталось то получается худшие что и почему мы сами так про себя говорим и это такое на самом вы знаете что все хорошие дали убили или они уехали как бы те которые остались потомки только тех которые были приспособлено мне понадобилось первые восемь лет я купалась в эйфории от белой миграции и и это оправдано потому что я открыла для себя новую историю который в советском союзе не было потом мне понравилось еще пять лет последних для того чтобы понять что к сожалению своего рода идеология она по обе стороны баррикад существует и истинная история того что произошло после семнадцатого года да или даже начиная так сказать с начала века вот именно в первую мировую войну и все что касается предательства царя и далее и все с этим лежит посередине что по большому счету и и белая идеология существует и тут тоже история по-своему скроена так как она удобно и приемлемо понимаете но не все упаковывается формат скаутских лагерей понимаете и надо как владыки она у него есть это письмо рейнер где он отвечает на нападки связанные с тем что с белым движением и он замечательно пишет одним абзацем что даст действительно давайте не будем оскорблять памяти тех кто готов был пожертвовать своими жизнями и отдадим им уважение тем больше такие были а еще не будем оскорблять тех кто является их родственниками остались живых но и так что после этого но еще идет три страницы на которых он действительно говорит и он это сказал что он уважает понимаете все но он же пишет совершенно напрямую вот вы говорите он консерватор какой же консерватор когда человек идет против течения без конца вы знаете на мой взгляд ладыка и анну то что меня помимо того и вы знаете в нашей жизни встретить человека доброго и деятельного это просто невозможно с много деятельных и они очень злые у нас много добрых но не бездеятельных вот сплав и того и другого колоссальный совершенно понимаете колоссальный и когда читаешь про владыку и она и понимаешь какой это был деятельный человек какой это был добрый человек ущерб себе очень часто и думаешь какое счастье было живущим когда они были в его время современники скольких людей он буквальном смысле слова физически спас жизнь а сколько детей остались жил благодаря ему это пересчитать наверное никто не сможет никогда этим не займется поэтому для меня владыка и он абсолютно не консерватор человек который все время идет поперек ситуации если так если то необходимо в данном случае он не к не не какой-то благостностью миролюбивый конечно миролюбивым все время был настроен на то что людей сблизить людей примирить найти общий язык но когда встал вопрос ребром и нужно было сказать как есть перечитайте любую статью владыки любую речь без забиняков он называет вещи своими именами все и правильно делать то что он не шел на компромиссы не самим собой не ситуации интересное вспоминание ночи который пишет когда они приехали в вашингтон было устроено несколько встреч на которых владыка должен был утратывать за тех кто остался на филиппинах и он все время задерживался как этот молодой человек пишет вам молился и тот его ждал игры владыка увидел вот мы уже полчаса как должны быть там у этого человека прошло после смерти владыки 20 лет для того чтобы повзрослеть и помудреть и осознать ему доказалось что они опаздывают на этот импотент appointment понимаете что там этот чиновник а он с богом разговаривал понимать и потому что он считался важнее он понимал что вот сейчас а он договаривается здесь что все что произойдет в эти четыре тридцать а возможно не в четыре тридцать а в пять а ну вот здесь сейчас решается а совсем не там но люди которые жили в одно время с ним своей этой длинновидностью не обладали и очень мало людей которые способны искренне радоваться преклоняться перед тем что им непонятно как правило непонятное и более великое чем чем ты в людях вызывает раздражение ненависть желание так сказать разобрать это по кускам рассмотреть если это непонятно то не любить это понимаете это проще у мудрых потом заемка это время я не понял чем он занимался он молился молился потому что та походе молитва наша такая вот который многие из нас делают пришли там что туда-сюда безрезультатные это наше а его молитва была всегда с результатом от которой получал пользу потом вы знаете до сих пор мы от нее пользу получаем и вот эти полчаса которым казалось он теряет он на самом деле договаривался с господом бога то как только он один умел это делать меня тоже поразил эта история которую вам рассказал православный настоятель монастыря бильгии то как произошла его первая встреча с владыкой я могли бы ее рассказать да ну вот тоже вот пожалуйста говоря о том что он был так сказать консерватор еще что то я говорю человек который замкнутый который абсолютно зашоренный в своих представлениях не станет таким близким и понятным людям совершенно различных культур вы знаете это он же не не сталин не ленин не имел поблысить и такой нигде не выступал по телевизору знаете о нем узнавали просто доброе имя нельзя состряпать вы знаете и вот оказавшись на вокзале в бельгии он был мальчиком 12 лет а из их семьи уходил его папа другая женщина мама оставалась одна с детьми была очень депрессивная ситуация он буквально говорит что я был в депрессии в этот день и вышел на вокзал и видел на станции маленького такого небольшого священника который общался с молодежью и в общем недолгое время он постоял на это посмотрел вот время владыка на него взглянул и он сказал что от этого взгляда ему стало очень тепло внутри и было ощущение что все пройдет все будет хорошо у них не было ни возможности не поговорить ничего и так как он говорит я всегда чувствовал какой-то голос внутренний зов божий то он пошел учиться в семинарию католическую который закончил и и стал монахом католическом монастыре господь привел его в голландии не сейчас я не помню на камере у меня записано в один из монастырей греческие где он увидел икону портрет ладыки она который по моему даже еще не был прославлен но они уже умолились на то время потому что это было незадолго после его смерти и там он узнал лицо владыки спустя столько лет на какие никогда не забывал тех глаз и уже учась в католической семинарии закрадывались мысли о том что ну не совсем все тут и он стал больше изучать православие понимаешь что это вот как бы исходные откуда в общем то все есть пошло вот и стал задумываться и когда попал случайно православный монастырь и увидел портрет икон владыки и узнал его стал расспрашивать и понял что это тот самый человек с которым познакомился и с тех пор просто пообещал себе что он создаст и построит монастырь в честь ладыки она что он осуществил спасибо маша а вот тоже что еще вот вот что из из вот многих вот этих свидетельств как бы вас потрясло связаны с ладыкой и аном что-то еще могли бы чем-то поделиться еще или как-то может что-то рассказать и владыки еще вот как бы чтобы у меня например чтобы образ как бы дополнить уж достану сын его называет наш друг и он шанхайский вот просто так получается что снимая фильме всеми рассказываю потом я уезжаю на разные съемки в вашингтоне мы жили вместе когда снимали отца виктора потапа я ездил всей семьей в новый храм владыки она под бостону мы тоже ездили всей семьей то есть я брала ванчику с собой на съемки и он владыки очень много слышал но конечно переломный момент в нашей семье было когда во время урагана сэнди мы прятались у себя дома и вот начали падать наши сосны и так случилось что в этот момент помазали маслом кресты у нас на лбу маслом ладыки а ну перед его иконой иконы и божьей матери христа соответственно обращались ко всем и в том числе к ладыки а ну прося его заступничество и вот ваня мой сын стал свидетелем что я сказал своему мужу хоть раз ты меня помашь а то вечно я вас всех мажу и он по-английски сказал name of god my father holy spirit и и в этот момент рухнуло все эти сосны упали мы услышали жуткий гром вот и мы успели вот помазаться и вот в таком виде в пижамах с иконой владыки она мы бежали искали шелпер долго искали датыкались на шесть дорог заваленных деревьями как фильмов ужасов честное слово и ваня навсегда из этого вынес что владыка нас спас конечно и господь бог но поскольку вы знаете христос это что-то такое великое такое с одной стороны почувствовать бога очень близко убывать такие секунды но не как-то их прям хочется ухватить но это очень особенные моменты владыка может быть я так тупо скажу примитивно как человек необразованный вот владыка помогает представить господу бога вы понимаете он помогает понять что все реально вот это настолько и и делает для нас незакончивших семинариев друг очень доходчивым понятным домашним и очень у незакончивших семинарий есть много преимуществ перед тем которые закончили а нам нужно обмениваться вы знаете нам нужно вот у тех кто закончил семинарии свои замечательные преимуще те кто не закончил наши просто налюдные такой вот нам вот почему нужна радиопередача где мы могли бы свои преимущества обмениваться я очень-очень надеюсь что эта передача она осуществится это что мы сейчас делаем это уже в общем является выводом как бы именно пространство того о чем в этой передаче помогло говорится спасибо последние хочу сказать говоря владыка не вот хочу заострить свое внимание что очень много сделанных фильмов и написано книг которые сконцентрированы на его лечебных способностях и я скажу даже так как списке чудес надо и когда я делала свой первый фильм я сознательно все это исключила и когда меня попросили выступить на кинофестивале я сказал что в москве да я сказал что я не хочу никого обижать я считаю что чудеса совершенные владыкой по излечению людей от разных личных заболеваний замечательно я сама у меня было подозрение на рак груди и на рак шейки матки их моего сына были заболевания какие-то чем-то я не излечилась никто не может пойти куда эти опухоли подевались не приходили вот и растворялись но я очень люблю акафист владыки и мы с отцом георгием лариным часто его служим просто очень красивая карта если кто-то ничего не знает про жизнь владыки послушайте акафист замечательного серафима роза потому что он все рассказывает там от начала до конца почему я все это говорю вот мне бывает просто обидно мне было это очень обидно особенно когда вышел фильм на канале культуры в сериале старцы появляется нахапетов достает фотографии владыки а на котором не в кармане или икон уж не помню и говорит о том что вот вот это вот чуть чудесный человек вот мне сценарий надо было сказать вуде после того как я ему помолился его вы знаете может быть он не помог ему со сценариями на тени не мне судить но я сказала такую вещь позвонив вот там знакомому своему сказал вы знаете что опасно в нашей жизни газета где мелькает постоянные там целительница у нас там по статистике 800 божьих матерей в россии там разгуливает всяких миссий вот для умных людей вообще непонятно про что это а для тех кто уже и так одурачили значит на записать теперь владыкин шахайского может обращаться где там можно пойти заплатить чтобы у меня там кто-то починил это полечил нельзя сводить силу и могущество удивительного духовного человека который способен изменить не просто душу твою а всю твою жизнь к тому что он может для тебя поделать понимаете к народному целителю знахар кеткому почему мне понравилась последняя книга составлены отцом петром перекрестовым потому что она впервые в первую очередь там что биографии жития владыки что чем важно прочтите о нем сначала оставлено православным французом да да и и тем не менее вот видео он потратил на это время потому что наконец-то кому-то пришло в голову что достаточно упиваться тем кто чему другу смог себе полечить понимаете а давайте мы начнем наконец-то изучать а ради чего этот человек жил он лечил нас для того чтобы мы поняли какая бесконечная сила господа бога можно своей силой ты лечил для чего ходил христос и понимаете слепые прозревали ну конечно хорошо если он теперь видит но от низ нет я не душу для этого было сделано просто чтобы неверующий фама увидел что такое возможно понимать и если он это может представь что он еще может сделать вот когда-то мне сказала такой потрясающий фраз сестра рахилин говорит какое самое великое чудо у бога когда человек рождается нас планет когда человек меняется вот владыка и она обладал этой мощью он менял людей я знаю тех кто когда никогда его не встречали при жизни изменили свою жизнь изменили себя и стали жить по-другому познакомившись с духом ладыки она посмертно и мне хочется делать именно об этом его влиянию очень очень понимаете потому что все физические излечения яс почек и других мест и тел это хорошо но это второстепенно спасибо ваш я очень желаю желаю успеха чтобы ваш фильм именно был закончен и очень рад что вы вот так это видите а владыка и сильно людей собирает он действительно обладает такой на да это это творится именно именно вот то что вы рассказали что люди которые именно не признали нашего соединения с москвой и при этом они с и принимали вас как будто послал адыка и ана что адыка и ана связывала и они оказали вам любовь гостеприимство скажем в париже те кто не находится в общении с нашей церкви то что это тоже сильный такой момент что все они вас сердечно принимали радушно и очень помогли спасибо спасибо большое